Добрый день, с вами Дина Красновая и в этом видео я вам расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8.2.3.0 оформить поступление простого векселя в счет оплаты товара и затем сделать его погашение. То есть наше предприятие является продавцом, реализует покупателя товары и затем покупатель выдает нашему предприятию за полученные товары собственные простой беспроцентный вексель. Данный вексель покошается через 2 месяца. И давайте рассмотрим, как это отразить в программе. То есть товары у нас уже оприходованы, они есть на складе, нам нужно просто сделать их реализацию. Для этого мы приехали в раздел продажи, выбираем реализацию акта накладной и создаем новую реализацию с видом товара накладная. Здесь нам нужно выбрать контрагента, которому мы будем делать реализацию. Расчеты у нас по 62 счету, МГС-сунный, склад основной. И добавляем наш товар. Здесь у нас 50 штук на 18 тысяч, МГС-3 тысячи. Счета учета уже правильно подставляются. 4101 на инклатурной группе товара. И также выпишем счет фактуры, так как мы с МГС работаем. И проведем документ. Здесь у нас будут следующие проводки. 9002.1.41 на 10 тысяч. Списывается покупная стоимость товаров. Дальше стоимость реализации с МДС на 18 тысяч и отдельный МДС на 3 тысячи. И здесь испечатана форма у нас товарная накладная, счет фактура, либо УПД, если мы работаем с УПД. Далее нам нужно оформить поступление векселя, который нам передает покупатель, на сумму товаров, то есть на 18 тысяч. И оформлять мы будем это при помощи операции, введенной вручную. Переходим в операции. Операция, введенная вручную. Создать. Выбираем операцию. Здесь будет этим же числом. Содержание. Получение простого векселя от покупателя. Добавить. Здесь у нас будет 6203, векселя получены, специальность учет. Здесь нам нужно указать, кого мы получили этот вексель. Находим в перечне с ластемой, то есть уже есть этот контрагент, мы с ним работаем. Наговор у нас был основной, поэтому его выбираем. И здесь нам нужно указать вексель. Создаем новый вексель. И нажимаем записать и запресс. Выбираем. По кредиту у нас 6201. Расчеты покупателя. Здесь у нас будет еще раз ластем, еще раз основной договор. А по расчетам нам нужно посмотреть и найти нашу реализацию. Для этого нажимаем сформировать. И вот наша реализация. А мы выбираем именно ее на 18000. И можно нажать записать и закрыть. Теперь у нас по этой операции формируется проводка. Дебет 6203. Кред 6201 на 18000. И если мы посмотрим, то по оборотке у нас 62 счет должен закрыться. Это именно 6201. И здесь 62 счет. Здесь у нас ластем. Но здесь просто у меня была какая-то еще задолженность. Если вот сделать именно только за этот период. Вот 18000. И вот 18000. Выкрывается полностью. Обороты одинаковые. И теперь эта задолженность переходит уже на сексчет третий. Мы посмотрим. Здесь у нас задолженность по дебету 18000. И по условию через 2 месяца вексель погашается. Соответственно мы можем сделать поступление денег от нашего контрагента. Для этого мы переходим в раздел банка-касса. Выбираем банковские выписки. Выбираем поступление. И здесь нам нужно нажать на кнопку поступления. Раз через 2 месяца. Это будет июль. И вид операции у нас будет. Здесь прочее поступление. Потому что здесь нет отдельных для векселей. Платящих ластем. Сумма 18000. И счет расчетов у нас будет 6203. И начинаем заполнять все субконты к этому счету. То есть именование контрагента с ластем. Договор основной. Договор основной. И вексель. Тот, который мы создавали. Здесь можно указать, что это получение средств от покупателей. И назначение платежа. Искупление денежных средств. При предъявлении векселя в соглашении. Нажимаем провести. Смотрим проводки. 51.6203 на 18000. И тоже если сформируем оборот на сальвовую веномость по счету 6203. Сейчас у нас задолженность закроется. Единственное, здесь у нас июль. Надо формировать сразу до сентября. А вот задолженность закрывается. 18000 было по дебету. По кредиту закрылось. Когда вексель был погашен на расчетный счет. Вот таким вот образом в программе 1С Бухгалтерии 8. Редакция 3.0. Можно отразить простой вексель, полученный от покупателей. И отразить его погашение. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. Заходите в мои группы в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. Подписывайтесь на меня на инстаграм. И мой второй ютуб канал. Желаю вам всего самого доброго. И до встречи на следующих видео.